всем привет с вами как всегда юлия батталова алмаз батталов и азалия батталова куда идем у нас здесь за домом сделали площадку игровую я уже показывала ее говорила что должны были горку привезти как раз вот горку привезли мы решили сейчас пойти туда посмотреть что там новенького что сделали вот сделали вроде еще скамеечки поставили дополнительно принесли ты мусор пошел выкидывать да я сегодня забыла кепку одеть на голову ничего не одела даже вот на улице классная погода реально поставили горку посмотрите вот такая вот горочка еще качельки донесут я думаю здесь туалет прям на улице туалет и тут вроде как душ даже есть такой вот парк придумали здесь есть столики нужно уйти делать пикничок небольшой тут нам даже собачка присоединилась вообще конечно удивительно у них все так быстро делается начинали все вот это вот здесь вообще не было ничего еще зимой получается в декабре или в ноябре здесь вообще просто вообще была гора с камнями с песками а сейчас вот смотрите какая территория то есть вот эти вот туалетов этих вообще не было вот получается если они берутся за что-то они делают даже вот в такой таком провинциальном городке как газе паша если в общем они займутся чем-то то они доводят дело до конца посмотрите какие туалеты вот даже вот эти вот деревья так быстро привезли посадили туалет и открытые кстати вот не знаю что тут просто помещение получается тут даже вода есть мыльница есть это на улице представляете да это получается вот смотрите какая плитка это на улице понимаете да на улице ставят вот так вот так где вот за этим домом наш дом получается вот там сбоку немножко видно и вода есть туалет о да туалет отдельно с большой раковиной вот так вот на улицах здесь все культурно хоть и многие говорят газе паша это деревня вот такая у нас деревня нынче петухами утками гусями цветами до везде сюда везде посадили всякие растения деревья цветочные очень красиво классно молодцы а мы сегодня будем собираться едем в город мерсин вот мы едем в город мерсин завтра утром выезжаем рано утром чтобы не попасть в жару и чтобы не было много машин дороги но мы все равно берем машину с кондиционером естественно все равно будет уже ближе к обеду жарко а ехать нам 300 где-то 305 километров вот и но это немало вот я думаю что кондиционер в любом случае нужен сегодня пошли вот рузаль сейчас с русланом пошли искать машину мы всегда выбираем механику выбираем с кондиционером и желательно берем у фиат и гея потому что расход топливо очень маленький и где-то вот мы когда брали в аланию машину то это где-то примерно было 600 лир вот но тогда она машина обошлась 600 лир она была без кондиционера механика и ниге немножко такая похуже машина поэтому она была только 600 ну нам недалеко недалекое расстояние поэтому мы решили что нам подойдет и она так что за сутки можно за 600 не в празднике найти сейчас же в празднике все в один голос говорят что 1000 лир сутки это вот как раз таки с кондером гея либо есть toyota corolla то есть на выбор есть машины но тысячи лир есть еще и за 950 лир есть за 900 вот предлагали сегодня мне вообще кидают вариант за 850 муж же пошел говорит я сам еще сделаю круг поехали то есть они с рузалем сыном на велосипеде не поищут возможно еще найдут за 700 за 800 потому что нам нужна машина на три дня то есть если уже умножать на 3 даже по 1000 лир это уже 3000 лир если по 800 это уже 2400 то есть уже сами понимаете на 600 лир дешевле поэтому ищем подешевле машину вот такие вот дела так что сегодня собираемся в путь собираем вещи свои собираем чемоданы едем в город нерси ребят еще самое главное хотела всех поздравить особенно мусульман поздравить с праздником курбан байрам татаров всех турков всех в общем мусульман из разных стран поздравляю с праздником курбан байрам так как у меня есть еще и русскоговорящие не мусульмане до зрители которые смотрят меня хочу немножко объяснить про этот праздник в этот праздник обычно у нас у татаров с утра просыпаются делают блины вот обязательно должен на кухне стоять запах блинов вот не только на этом празднике в основном во многих праздниках вот так вот заведено что делают блины в общем хозяюшки на кухне я сегодня тоже это сделала с утра вот а вообще курбан байрам курбан байрам поздравляют все друг друга с праздником естественно режут барашек курбан шалалар по-татарски вот и чего вообще такое вот такая вот традиция откуда это все идет я не знаю правда это или нет но существует такого такая история в общем что жил пророк который ибрахим его зовут мир ему как у нас говорят обычно в общем у него был первенец сын которого он выпросил у бога но на замену этого он должен был в общем его привез принести в жертву вот он пообещал это господу вот и когда пришло время то есть он сдержал свое слово он пошел на то место где должен был это сделать и и когда хотел в общем зарезать ножом сына нож просто не дал это ему сделать так как в общем сын был простыми словами сын был благословлен богом поэтому нож не дал это ему сделать отцу и вместо сына принесли в жертву большого барана и с тех пор именно вот в этот день у мусульман праздник курбан-байрам и они режут именно барана вот такая вот история сама если честно я тоже не знал узнала об этой истории только недавно вот и сегодня вот такой вот праздник мусульман так что поздравляю всех мусульман с праздником в Турции тоже есть этот праздник в Турции как я и говорила в предыдущих роликах сегодня выходные сегодня все магазины закрыты шокбин точно закрыты остальные я не знаю ну естественно частные какие-то может быть лавки работают частные какие-то не знаю небольшие организации возможно работают многие кафешки закрыты возможно есть кафешки которые открыты все зависит от самих как бы людей от самих предпринимателей вот такие вот дела вот такая вот история про этот день про этот праздник тут кстати пришли дети я думала это турки а они разговаривают по-русски русскоговорящие дети представляете да раньше не то что детей людей русскоговорящих было мало а тут вышли на площадку и тут ребята русскоговорящие значит рядом где-то поселились либо купили квартиру так что вот такие вот дела скажите привет 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 всем скажите азаре вот такой вот у нас личный бассейн вот так вот мы проводим выходные потому что каждый день ехать ездить на море тем более сегодня собираемся в дорогу тяжело ездить еще и на море в этот день поэтому вот так вот вот таким образом мы спасаемся ну а я пошла дальше собирать вещи подготавливаю вот так вот всем вещи для сына для мужа на себя и обязательно купальники и все что необходимо для моря сейчас буду упаковывать в чемодан ребята нам уже вот второй кусок баранины ножки баранины дают это дали соседи я их угостила сегодня пирогом так как праздник а они мне в ответ вот такую вот ножку но они всегда нам заносят всякие но я конечно не ожидала вот сегодня муж ходил в магазин спрашивал про баранину ему точно такой же кусок дали просто бесплатно сегодня в магазине женщина которая работает в магазине в общем удивительный народ в турке конечно килограмма два точно есть то есть это свежая баранина сегодняшняя вот так вот ну что ребята чемоданы уже почти собраны и дети уже спят мы тоже уже все заканчиваем сейчас и идем спать всем хочу пожелать хорошего настроения всегда мы пришли спать очень сильно устали завтра утром рано вставать и всем спасибо что остаетесь на моем канале всех люблю всех целую пока 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 и